Десла похоронили сегодня и вот много очень рассказывают там всякой гадости там по поводу наркотиков чего-то еще я вам скажу как человек тертый да который к сожалению очень часто бывал в таком учреждении как морг экспресс анализ делается мгновенно если там говорят что какие-то там получают через неделю через две какие-то получают анализы это все правильно да через две и даже больше да экспресс анализ он мгновенный и то есть если человек находился в наркотическом алкогольном опьянении это все будет видно мгновенно ничего подобного там не было человек умер от остановки сердца вот по какой причине она остановилась вот этот вопрос поскольку наркотики алкоголь и все остальное оставляют следы но есть вещи которые не оставляют следов понимаете к ним относятся яды боевые поэтому все как-то очень странно со смертью этого паренька который сильно как-то не нравился режиму до самыми похороны прошли я так понимаю заказали траурный зал в больнице траурный зал в больнице но откуда хоронят хотя это этого управления президента больницу но понятно что любой оттуда может похоронить кого хочешь то есть никто не в москве так скажем из официальных органов не пожелал я так понимаю помочь личность в общем достаточно известное странное дело я что могу сказать вот меня спрашивают что в будущем будет относительно таких всех вещей ну во первых я уверен что в будущем будет улица Кирилла Толматского в Москве обязательно и я уверен что в Москве и в Питере будет улица Виктора Цоя почему нет сейчас вот странные ребята да они там рассказывают как они любят и любили там молодежную эстраду а посмотрите они чьи-то имена пытаются увековечить нет почему цой пел мы ждем перемен а Толматский то вообще в семиэтажном по ним проходился они этого сильно не любят если они памятник Фритьеву Нансену не дают поставить да который не воровал а наоборот стремился помочь ближним то уж про остальных чё там говорит